На садовых участках можно встретить многообразие сорной растительности. Однодольные и двудольные, однолетние и многолетние сорняки не оставляют садоводам времени на отдых. Борьба с ними ведется постоянно, особенно если речь идет о злостных сорных травах. Как выиграть битву с пыреем ползучим на даче? Пырей ползучий – один из самых опасных сорняков, встречающихся не только в полях, но и на дачах. Многолетний злак быстро разрастается благодаря длинным подземным корневищам. Он обладает удивительной жизнестойкостью, даже оставшийся небольшой кусочек корня с почкой даст начало новому растению. Пырей устойчив к засухе, холоду, палящему солнцу и высокой влажности. Он растет даже в тенистых местах. Его корневища способны насквозь прошить клубни картофеля, снижая их товарность. Не остановит пырей даже подгнившие доски. Для быстрого роста пырею необходима достаточная влажность почвы и питание. Благодаря разветвленной сети корневищ, растение поглощает все необходимое из грунта, в результате садовые культуры голодают, угнетается их рост. Корни пырея залегают на глубине 5-15 сантиметров, расходятся вовсе стороны. Их цвет чаще всего белый или желтоватый. Узкие длинные листья в длину достигают 40 сантиметров. Однако пырей размножается не только вегетативно, но и семенами. После цветения в июне на колоссовидном соцветии образуются семена. Их количество может достигать 10 тысяч, а высокая всхожесть сохраняется в течение 10-12 лет. Борьба с пыреем – продолжительное, трудозатратное мероприятие. Несвоевременная прополка является причиной быстрого разрастания сорняка, особенно на плодородных почвах. Есть несколько способов уничтожения пырея на участке. Механический способ. Один из самых распространенных способов очистки участка от пырея. Участок, заросший пыреем, следует регулярно перекапывать, тщательно выбирая корневище. Мульчирование. Остановить рост и ослабить растение можно при помощи мульчирования темным, не пропускающим свет материалом, рубероидом или плотной пленкой, толстыми досками. Через 3-4 месяца без света и влаги сорняк погибает. Засев свободных участков седиратами. Сильнее всего зарастают сорняками свободные грядки, поэтому их следует засеивать горчицей, овсом, горохом или другими растениями. Они затенят пырей, а регулярно заделка село выбиранием корней позволит уменьшить заросшую сорняком площадь. Народные методы. Садоводы ведут борьбу с пыреем при помощи растворов соли, соды, уксуса и других домашних средств. Такие средства дают лишь временный результат, уничтожают только надземную часть сорняка. Через некоторое время он отрастет вновь. Химические средства. На помощь садоводам приходят гербициды, специальные препараты против сорной растительности на участке. Действующее вещество, попадая на листья, через ткани проникает в корневище и приводит к гибели растения уже через 7-20 дней. Народные и механические меры борьбы с пыреем малоэффективны и трудозатратны. Чтобы быстро избавиться от опасного сорняка, следует применять гербициды сплошного или избирательного действия. Каким гербицидам уничтожить пырей? Механические и народные способы борьбы с пыреем не обладают высокой надежностью. Корневища быстро отрастают при малейшей возможности и быстро захватывают все большее пространство, препятствуя росту культурных растений. Уничтожить пырей на грядках помогут гербициды. Антипырей, популярный гербицид с системным действием эффективно борется с однолетними и многолетними злаками на культурных посадках. Оберег, системный препарат для уничтожения злаковых сорняков в огороде. Гибель пырея наступает через 7-10 дней. Фюзелат форта, надежное средство против многолетних и однолетних сорных злаков в культурных посадках. Подойдет для очистки грядок лука, моркови, огурцов, капусты и других культур от пырея. Лобера, препарат избирательного действия, особенно хорош в культурных посадках. Он безопасен для садовых культур, но губителен для сорных злаков. Пантера, мощный гербицид против злаковых сорняков на грядках свеклы, томатов, лука и других культур. Уничтожает не только пырей, но и однолетние злаки. Тарго-супер, послевсходовый гербицид с избирательным действием. В огороде он уничтожит все виды злаковых сорняков. Препарат уничтожает не только надземную, но и подземную часть пырея. Все препараты следует разводить в строгом соответствии с инструкцией, придерживаться правил личной защиты. Нельзя превышать дозировки действующего вещества при приготовлении рабочего раствора. Он не станет более эффективным, однако может нанести вред окружающей среде. Перед закладкой газона для очистки почвы от пырея и другой сорной растительности используют мощные средства сплошного действия. Ураган форта – гербицид сплошного действия, уничтожающий не только пырей, но и другую растительность. Препарат применяют только при отсутствии культурных растений. Антибурьян – системный гербицид, проникающий к точке роста и блокирующий механизмы роста новых клеток. Препарат уничтожает более 300 видов сорняков. Глифовит экстра – надежный гербицид, уничтожающий все виды сорняков. Чистопол – системный препарат, оказывающий сплошное губительное действие на растительность. Поэтому применять его можно только при отсутствии культурных растений. Очистку участка перед посевом газонной травы проводят заранее, чтобы уничтожить не только многолетние сорняки, но и семена однолетних трав. В этом случае борьба с сорной растительностью будет наиболее эффективной. Пырей – злостный многолетний сорняк, наводящий ужас на садоводов. При его появлении на участке борьба со злаком может затянуться на долгие годы, ведь пырей обладает поразительной жизнестойкостью и ростом. Поэтому наибольшей эффективностью в уничтожении злакового сорняка обладают гербициды. Помогите нам узнать что-то новое и полезное для сада и огорода. Делитесь в комментариях и задавайте вопросы. Оцените видео, если оно вам понравилось. Поддерживайте канал подпиской и лайками. Это очень важно для нас. На сегодня это все. До скорых встреч. Пока.